Встречи с этим городом ждали без исключения все участники нашего пробега. И те, кто ни разу здесь не был, и, конечно, те, кто был в Сочи до этого. Уж очень интересно было узнать, как живет город после Большого Триумфа. Что изменилось? Как выглядят олимпийские объекты? Не пустуют ли? Как освоены колоссальные деньги, потраченные на Олимпиаду? Много ли здесь туристов? И как изменилась инфраструктура? Можем ли мы, в конце концов, гордиться тем, что у нас сейчас есть? Я про туризм. Ведь, как ни крути, Сочи – это не только олимпийская столица. Сочи – это, прежде всего, столица всего российского туризма. Город очень красив. Море, пальмы, зелень. Утопает в зелени город. После, конечно, того, как прошла Олимпиада, город, я понимаю, преобразился. Преобразился, изменился, стал более знаковым для нашей страны. По данным туристического портала Travel.ru, на основании анализа брони отелей в период с 1 сентября по 31 октября этого года, Сочи возглавляет рейтинг как российских, так и зарубежных курортов, выбранных россиянами. Загрузка номерного фонда в этот бархатный сезон, внимание, 96%. А теперь несколько цифр, прекрасно иллюстрирующих ситуацию. Это статистика для скептиков. Уже подсчитано, в 2015 году в Сочи отдохнет 5,5 миллионов человек, каждый из которых в среднем оставит в Сочи 3200 рублей в сутки. Если предположить, что каждый турист отдохнет в Сочи 14 дней и отдаст за это 44 тысячи рублей с учетом проживания, питания и развлечений, то получается в день бюджет города пополняется на 675 миллионов рублей. За год 246 миллиардов 375 миллионов. Колоссальные деньги для бюджета любого города. Чего уж там, для бюджета среднеевропейской страны. Сочи меня покорил новыми развязками, покорил вообще своим гостеприимством, улыбками столько людей. Столько интересных новых зданий. То, что было раньше, не сравнить. Я думаю, в Сочи эти два дня будут незабываемые. Я была очень давно в городе Сочи, в 1986 году. И сейчас его, конечно, не узнать. Это просто какой-то, не знаю, мегаполис. Впечатляют дороги, впечатляют туннели. Очень много новых зданий красивых. И, конечно, я с нетерпением жду встречи с олимпийскими объектами, на которые мы сейчас поедем. Я думаю, что там впечатлений будет не меньше, чем здесь. Может быть, даже больше. А если мы добавим к этому, насколько город выиграл инфраструктурно, и как долго будут служить городу эти тоннели, магистрали, аэропорт, железнодорожный вокзал и многое-многое из того, что здесь построено, лично у меня, и здесь со мной согласны все участники проекта, нет сомнений в том, что решение с проведением олимпиады в Сочи было не только верное, но и единственно правильное. Теперь у нас есть еще один повод для настоящей большой гордости. У нас в 2019 году универсиада. Когда хотим, когда надо, тогда мы можем. Хочу тоже вырасти, поучаствовать в олимпиаде. Может, не на этих транслях, но на похоже. Мы выиграли олимпиаду, потому что сильно хотели. Партнеры проекта. Компания «Артик Тракс Россия». Расширяй свои границы. Сеть салонов оптики «Оптика Давыдов». Оптика с именем 292-03-74. Страховая группа «Надежда». Оформи полис страхования имущества и выиграй один из трех автомобилей. Официальный оператор мобильной связи автопробега оператор с низким уровнем цен «Теледва». «Теледва» честно дешевле.